Дорогие, привет! Думал, чтобы для вас записать вот такого вот интересного, необычного и чтобы всем понравилось и так далее. Сегодня супер тест, супер заруба и результат вас гарантированно удивит, поэтому досматривайте это видео до конца. Если вы не подписаны, то друзья, пожалуйста, обязательно подпишитесь, мне будет очень-очень приятно, друганы, и я сейчас в этом нуждаюсь. Конечно, по традиции набираем 1000 лайков на этом видосе. За репост респект, за лайк уважуха. Итак, это скрайп-тест, погнали! Как вы поняли, мы сегодня будем проверять батарею, и это очень-очень немаловажно, потому что многие из вас только из-за батареи покупают некоторые смартфоны. Ну, конечно, не только из-за батареи, но в целом, друзья, это беспокоит многих людей, потому что если батарейка закончилась, то какой бы ни был крутой ваш смартфон, он вам никоим образом не поможет. Большой привет айфону! Ну, здорово, отец! И сегодня у нас просто мега супер крутые подопечные, одни из самых популярных смартфонов на данный момент, и сейчас я их вам перечислю. Это Poco X3 Pro, отличный на флагманском процессоре, правда, прошлого времени. Redmi Note 10 5G, первый доступный на 5G. Далее Redmi Note 10, стандартный, здесь интересные характеристики, я их обозначу чуть попозже. И Redmi Note 10s, Poco F3, Redmi Note 10 Pro, смотрите, отлично смартфоны. И подопечный в конце это Poco X3. Итак, перед тем, как обозначить все характеристики этих смартфонов, а именно ключевые характеристики в отношении батареи, давайте включим кино на всех этих смартфонах, смотреть мы будем на YouTube, подключенный через стандартный Wi-Fi. Если ты в детстве тоже смотрел кино с Джеки Чаном, то обязательно лайк. Ну и далее характеристики, Poco X3 Pro, IPS матрица 120 Гц, и я сразу скажу, что на всех смартфонах я выставил 120 либо 90, а если они устанавливаются, то по стандарту 60 Гц. Почему я так сделал? Потому что, как правило, мы пользуемся герцовкой, зачем она нам в принципе нужна. Но вы понимаете, что у некоторых смартфонов за счет меньшей герцовки будет преимущество. Итак, Poco X3 Pro, 120 Гц, IPS, 860 Snapdragon, батарея одна из самых больших, 5160 мАч. Далее Note 10 5G, IPS матрица 90 Гц, и здесь интересно, 700 Деменди, как он себя покажет, прям очень-очень интересно, 5000 мАч баночка. Далее стандартный Redmi Note 10, AMOLED матрица, стандартный, 60 Гц, 678 Snapdragon, 5000 мАч баночка. Следующий, по сути, похожий, AMOLED матрица 60 Гц, но здесь уже Helio G95, процессор от компании MTK. По сути, у нас есть два одинаковых смартфона, но с разными процессорами, потому что в Redmi Note 10S тоже батарея на 5000 мАч. Каким образом они друг друга покажут, прям очень-очень интересно, и мы поймем, какой процессор лучше, потому что только процессором они отличаются. Далее Poco F3, AMOLED матрица 120 Гц, и это E4, то есть это новая матрица от компании Samsung, возможно, каким-то образом она вытащит этот смартфон. Snapdragon 870, это по сути флагманский процессор, батарея 4520 мАч. Забегая вперед, это самая маленькая батарея из всех присутствующих, поэтому будет интересно. Далее Redmi Note 10 Pro, AMOLED матрица 120 Гц, 732 G Snapdragon, 5020 мАч баночка. 732 всегда отличался своей экономичностью. Будет ли это в этом случае, посмотрим. Потому что на следующем смартфоне, это Poco X3, я уверен, что у многих из вас есть эти смартфоны, которые здесь представлены, поэтому у кого есть один из этих смартфонов, то тоже обязательно лайкос, поддержите свой смартфон, чтобы он выиграл. Лабы! IPS матрица 120 Гц, 732 G Snapdragon и батарея 1160 мАч. Но в отличие от предыдущего, здесь IPS 120, там AMOLED 120, и поэтому мы имеем тоже два одинаковых 732 G Snapdragon. Это тоже, друзья, будет интересная заруба, кто из них победит. Ну и, конечно, сейчас гоу в комментарии. Обязательно пишите, какой из этих смартфонов победит. Комментарий принимается именно с этой секунды понеслась. Тут ведь чистая математика. Вселенная конечна, ресурсы конечны. Ну и чтобы немного раскрыть карты, я вам скажу, что Poco X3 из всех этих смартфонов самый уставший. То есть это смартфон, которым я постоянно пользуюсь, поэтому он немножко устал от жизни, батарея ношенная, все остальное. Давайте будем делать на это скидочку, на Poco X3. Но если он все-таки, несмотря на то, что он уже поношенный, где-то выиграет или займет не последнее место, прям вообще красавчик. Итак, прошел первый час. Начинаем с Poco X3 Pro. 90%, в принципе, неплохо. 105G у 89%, тоже неплохо. Обычная десятка 94%, и здесь AMOLED матрица, конечно же, вытаскивает. Хотя в данном случае все смартфоны работают одинаково. Напомню, что YouTube работает на 60 Гц. 10S 93%, поэтому Helio пока что держится в порядке. Poco F3 96%, и вот здесь я прям сильно удивился. Не знаю, то ли новая AMOLED матрица, то ли процессор, но что-то этому смартфону точно помогает. Redmi Note 10 Pro 94%, тоже хорошие показатели. И Poco X3 91%. Пока что он выигрывает у Poco X3 Pro, но всего лишь на 1%. Для того, чтобы разогреть наши смартфоны, мы проведем тротлинг-тест, и тротлинг-тест покажет, насколько хорош процессор. Здесь уже экран не будет играть ключевую роль, и будет интересно посмотреть, кто как справится. Итак, по прошествии часа Poco X3 Pro 73%. Redmi Note 10 5G тоже 73%, то есть немножечко подскатился. Redmi Note 10 82%, пока что он лидирует. Redmi Note 10S 79%, Poco F3 81%. В тротлинг-тесте у него показатели оказались немного хуже. Redmi Note 10 Pro 79%, и Poco X3 75%. На данный момент лидирует Redmi Note 10. Вот такие вот неожиданные показатели у этого смартфона. Но Poco X3 старичок еще держится до сих пор. Красавчик, он даже выигрывает у X3 Pro. Вот такие дела. Уходим на второй час тротлинг-теста. Всего прошло 3 часа, плюс 2 часа тротлинг-теста. Итак, Poco X3 Pro 55%, Note 10 5G 57%, Redmi Note 10, обычная десятка, 71%. Поэтому Snapdragon 678 пока что красавчик. А вот Helio G95 чуть проигрывает, 64%. Напомню, что раньше у них примерно были одинаковые показатели. Poco F3 65% пока что держится. Redmi Note 10 Pro 64% тоже нормально. Poco X3 Pro 56%. Poco X3 Pro и X3 пока в зоне на выбывание, но у них есть еще шанс. На данный момент лидирует Redmi Note 10. По тротлинг-тесту обратите внимание, себя очень хорошо ведут процессоры Dimensity 700, также Snapdragon 870 и 2 732 Snapdragon. Это пока что самые стабильные процессоры на данный момент в тротлинг-тесте. Далее мы уходим на запись видео. Примерно 1 час пишем видео в 1080p 30 кадров в секунду. На всех смартфонах выставлены, как вы понимаете, одинаковые настройки. И посмотрим, что смартфоны покажут нам в этот момент. После часа записи видео в Full HD качестве Poco X3 Pro 37%, Redmi Note 10 5G 36% и лидия на данный момент Redmi Note 10 54%. Redmi Note 10S 46%, кстати, Helio G95 держится неплохо. Poco F3 50%, так вообще красавчик. Redmi Note 10 Pro 46% и Poco X3 потихонечку умирает 35% всего лишь. Далее я прогнал тест в мастер Лудаши и вновь включил фильм, чтобы досмотреть его до конца. По прошествии 5 часов Poco X3 Pro 28%, Redmi Note 10 5G тоже самое 28%, Redmi Note 10 48% красавчик. После 5 часов у него по сути половина зарядки. Redmi Note 10S 39%, Poco F3 43%, Redmi Note 10 Pro 39% и Poco X3 23%. Пока что самые маленькие показатели всех присутствующих. После 6 часов Poco X3 Pro 14%, Note 10 14%, Redmi Note 10 37%, 3 телефона примерно в 26% и Poco X3 5%, то есть скоро ему придет конец. Ну и вот на отметке 6 часов 17 минут Poco X3, к сожалению, умер. На 6 часу, а именно 45 минуте Poco X3 Pro тоже скончался благополучно. Согласитесь, неплохие показатели, учитывая, что там IPS матрица 120 Гц. Далее пришло время Redmi Note 10 5G. 6 часов 50 минут, тоже отличные показатели. Тут тоже IPS матрица 90 Гц. На отметке 7 часов Redmi Note 10 23%, 10S 11%, Poco F3 12%, молодец, еще держится. И 10 Pro 8%. Poco F3 продержался до отметки 7 часов 28 минут. Очень хорошие показатели, учитывая, что здесь батарея 4500 мАч. Далее Redmi Note 10 Pro 7 часов 38 минут. Согласитесь, тоже хорошие показатели. Redmi Note 10 S продержался до второго места и вошел в тройку лидеров. Это просто красавчик. На Helio G95 7 часов 43 минуты. Ну и, конечно же, первое место, как вы поняли, Redmi Note 10. Куда же без него? Ну и последнего смартфона я не мог дождаться. Еле как дождался. Думайте, сколько? 8 часов 42 минуты. Redmi Note 10 абсолютный победитель в тест батареи. Кто бы мог подумать. Всем респект. С вас лайк, подписка, комментарии. И пока-пока.